День добрый, дорогие мои друзья, дорогие мои гости, все, кто хотя бы на несколько минут заглянул на мой канал Галины Радости. Сегодня четверг, и я продолжаю знакомить вас с творчеством своих любимых писателей. Сегодняшний рассказ, я думаю, как и предыдущий, будет вам интересен. Он очень добрый, есть, как всегда, к чему-то прислушаться, может быть, даже взять какие-то моменты себе на заметку. Друзья мои, а прежде чем я начну читать, я хочу вас от всего сердца поблагодарить за ваши добрые, искренние комментарии, которые вы оставляете после каждого видео. Дорогие мои, если я кому-то еще не успела ответить, а я всегда стараюсь ответить, зайти, посмотреть ваше видео, мне это очень приносит большое удовольствие, радость. И пусть эти видео, ваши видео совершенно разные. Кто-то показывает свои растения, кто-то огород, дачу, покупки, прогулки, все самое-самое разное. Мне очень-очень интересно. Спасибо вам большое и за то, что вы заходите ко мне. Итак, я начинаю свой рассказ. Присаживайтесь, если у вас есть на то желание, как я всегда говорю. И наш час, несколько минут с книгой. Рассказ Татьяны Пахоменко. Название у рассказа, друзья мои, такое ласковое, называется «Ладошка пропала». Прохожие с удивлением смотрели на высокого здорового мужчину, который метался по улице с криком «Ладошка! Ладошка! Ты где? Отзовись, солнышко!» Две девушки хихикнули со словами «Ладошки на месте! Чего он так всполошился?» Однако на их слова, хоть и громко сказанные, он даже внимания не обратил, лишь бессильно опустился на лавочку. Ноги не держали. Проходящая мимо женщина участвливо остановилась со словами «У вас что-то случилось?», а он даже ответить не мог. Мысль о том, что где-то сейчас в одиночку ходит маленькая и столь любимое им создание, приводила в полнейшую панику. Двумя часами раньше супруга мужчины Оля решила прогуляться до своей подруги Светы, отдать вещи, из которых выросла их дочка Мила. С собой она по привычке взяла микропуделя «Ладошку». Собачка была шоколадной и смешной, маленькая, забавная, лоскуша. Муж Ольге, мужу Ольге Алексею «Ладошку» подарил отец. После его смерти всю любовь, что осталось, Алексей перенес на собаку. Назвал так, потому что совсем крохотуля была. Пусть другим это казалось глупым, но здоровый мужчина словно видел в песике своего папу. Это была будто связующая нить, которая связывала его с отцом. Ольга подшучивала и говорила, что надо было более мощную породу завести, себе подстать. Ну смешно же, ты по два метра ростом. Такие мужики обычно с овчарками идут или еще с кем. А у тебя такое чудо, прямо на контрасте гуляете. Наверное, кому-то весело становится сразу, глядя на вас, говорила она. Впрочем, Ладошку тоже обожала. И никто не смеялся, конечно. Наоборот, было что-то трогательное в такой любви. Спала Ладошка на подушке рядом с хозяином и, как тень, за ним ходила по квартире. Как бы ни был расстроен или загружен мужчина, стоило ему увидеть собачку, и хорошее настроение вмиг возвращалось. Он и спешил всегда домой, как и отмечал к своим трем девочкам, жене, дочке и Ладошке. А Ольга жила в мире, где все хорошо, где о ней заботится муж, и все вокруг казалось таким радужным. Вот тогда-то она и забыла о главном – думать побольше о безопасности дорогих созданий. Подруга Света жила на первом этаже. Малышка Мила спала в коляске. Посмотрев на ладошку, Ольга привязала ее к коляске и, взяв пакет, ушла в подъезд. «Сторожи, милочку! Мама через пять минут придет!» – проворковала она и ушла. Только в этот день подруга Света купила себе новую шубку. Зима скоро! И Оля принялась ее разглядывать. Тут еще духи подружка показала. «Свет, так коляска как, нормально?» – спросила Ольга. «Да, конечно, вон, под окном. Я ж смотрю боковым зрением!» – отозвалась подруга. Вместо пяти минут прошло почти двадцать. Ольга вышла. Привычно глянула внутрь. Милочка спала. Опустила глаза вниз и почувствовала, как холодный, липкий страх ползет внутри. Ладошки не было. «Света, Света!» – закричала молодая женщина. Подруга выбежала в одном халате и в шлепках. «Ты что кричишь? Мила, как? Я же смотрела!» – схватила она Ольгу за плечи. А та все плакала и шептала про ладошку. «Слушай, а собаки-то не было уже, когда я выглядывала. А ты что не сказала мне, что с собой ее взяла? Надо было тебе ее сюда занести. Ты ж ее всегда на руках носишь!» – покачала головой Света. «Да я думала на пять минут. Что ж могло случиться-то? Я бы и вышла быстро, если бы не ты со своей шубой и духами!» – зарыдала Ольга. «Нормально вообще! Я ж еще и виновата! Сама бы своей головой думала!» – обиделась подруга. Коляску с Милой занесли внутрь. Ольга принялась бегать вдоль домов. Поиски результата не дали. И тогда она, вздохнув, набрала номер мужа. Тот примчался в рекордные сроки. Света, высунувшись из окна, наблюдала за бурным объяснением супругов. «Я ладошку к коляске привязала и на пять минут ушла. Она исчезла!» – хлюпала носом Ольга. «А Мила! Где была Мила?» – провел по лицу, словно смахивая что-то Алексей. «Спала тут же в коляске на свежем воздухе!» – ответила жена. «На свежем воздухе?» – «Да как ты могла двух беспомощных оставить на улице?» «Где была твоя голова?» – почти застонал мужчина. «Ну, а что такого? Все оставляют коляски у магазинов, аптек, если надо куда-то забежать!» Принялась оправдываться Ольга. «Все?» – «Да мне дела нет до всех!» «Запомни, ты в последний раз это сделала! Еще раз оставишь дочь на улице, в коляске!» «Я тебя?» «Да ты глаза-то разуй!» «Оля! Сколько плохих людей ходит! Ты же не знаешь, что у человека на уме!» «Маленькая собачка и младенец! Одни, без взрослого рядом!» «Ты чего натворила, Оля?» – стукнул рукой по машине Алексей. Видимо, до Ольги стало доходить. Кто мог исчезнуть еще вместе с ладошкой? И она заплакала на взрыв, повторяя, что больше никогда так не сделает. Просила прощения, обещала. И тут же выдавила из себя, что не пять минут прошло, а куда больше. «Так, иди давай к своей подруге!» Дочка, наверное, проснулась уже. «Ты так орешь, что все из окон повысовывались!» Алексей подтолкнул жену к подъезду. «А ты!» – беспомощно оглянулась она. «Я землю переверну, но найду ее. Если что, вознаграждение напишу. Такое, что никто не откажется. Я верну, отыщу!» «Все, иди!» – Алексей побежал по дорожке. Он спрашивал всех, описывая комбинезон ладошки. Люди лишь отрицательно качали головой. «Прости, папа, не уберег твой подарок, но я найду!» «Ты слышишь?» – глядя на небо, проговорил Алексей. И вот он бесил, сел на лавочку, чувствуя, что надежда почти готова испариться, и мысленно молила о том, чтобы ладошка нашлась. Тогда-то и спросила та незнакомка, что случилось. Алексей притянул телефон, где было фото ладошки, и, почти не думая ни о чем, спросил. «Не видели?» «Да, видела!» Протерев очки, отозвалась женщина. «Что? Где? Когда? Это очень важно! Скажите! Умоляю!» Скочил он на ноги. «Да минут десять назад подростки шли, и эту собачку вели. Она еще упиралась. Они ее потом на руки взяли. Вон там, за теми домами!» Отозвалась незнакомка. Не разбирая дороги, Алексей ринулся туда и почти выбежал на ладошку. Она возле чужого подъезда сидела, втянув голову. И тряслась одна. Схватил на руки, стал целовать. Ладошка фыркала и облизывала его, что есть мочи. А он заплакал, как мальчишка. И снова вскинул голову вверх со словами. «Спасибо, папа, что помог отыскать. Я знаю, помог. Этого больше не повторится. Обещаю!» Тут старушка остановилась. Она как раз прогуливалась. И рассказала, что собачку-то вроде бы как кто-то из подростков к себе хотел взять. Она разговор слышала, позвонил. А родители не разрешили. Но они ее тут оставили, да дальше пошли. «Вот ведь нет, чтобы на место вернуть. И зачем брать-то? Ладно мы, бездомная, бегала. Спасли бы хоть животинку. А тут хозяйская. Что за народ?» Принялась причитать бабушка. Алексей шел назад. Ладошка спала за пазухой. Возле подъезда подружки с дочерью на руках стояла заплаканная Ольга. Она издалека... Он издалека показал ей ладошку. Жена кивнула и снова залилась слезами. Подошел поближе. «Лешенька, прости! Никогда больше! Ни Милу, ни ее! Как вышло-то так! Что же я наделала?» Ольга уткнулась в его плечо и поцеловала ладошку в носик. Милочка тянула руки к отцу и улыбалась. Он обнял всех сразу, еще раз мысленно поблагодарив небеса, что все так хорошо закончилось. А ведь могло быть иначе. Все дружно отправились домой, где ладошка, накормленная и укутанная, уснула сразу же на руках хозяина. «Девушка, охота вам коляску с собой затаскивать в магазин? Я вот всегда оставляю!» Так-то камеры стоят! Обратилась к Ольге женщина в светлом пальто спустя неделю. Рядом с ней крутился белоснежный шпиц. Ольга, сдув упавшую на лицо прядь и посмотрев на ладошку, которая тоже примастилась в коляске, где была Нилочка, вздохнула и пересказала свою историю. Она уже почти зашла в магазин, обернулась и увидела, как женщина в светлом пальто тоже тащит ребенка и собаку с собой, приговаривая. И правда, чего это я? Пошли со мной, Витюшка! И ты со мной тоже, Феша! Сейчас я тебя тоже в коляску как-нибудь упихаю. Ишь ты, что делается! А ведь и не подумаешь. Нельзя расслабляться-то. Береженного, как говорится, Бог бережет. Вот такой рассказ, мои дорогие! Если вам рассказ понравился, оставляйте свои комментарии, рассказывайте. Мне, повторяю, все очень-очень приятно. До скорых встреч! Желаю всем вам хорошего дня! Берегите себя, берегите своих близких. Пусть для каждого из вас внутри светит свое солнышко. И вечером, когда семья собирается вместе, пусть будут только хорошие новости. Я вас обнимаю. С вами был канал Галины Радости. И я, ваша Галина. С вами был Игорь Негода.